Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Апокалипсис, наш интересный и сложный челлендж, и любимый всеми нами, конечно же. И прямо сейчас вы видите, как наши двое братьев-близнецов, или возможно просто двое братьев-двойняшек, прокачивают навык мышления. Да, дети чувствуют себя хорошо, потому что мы хорошенько умылись в раковине, что Рэндалл, что Рой, Джулия хорошо их всех умыла. Вот, конечно, это спасительное действие, на самом деле, раньше такого не было, вот раньше было с этим намного сложнее. Сейчас уже, конечно, сейчас уже стало с этим намного попроще, и в принципе это приятно. Да, в общем-то, что у наших пацанов по прокачке, у Роя у нас вот так дела обстоят, то есть у нас только воображение пока что на двоечке, а во всем остальном мы продолжаем прокачиваться. У Рэндала вот такие вот дела, у него еще горшок недобитый, уж не знаю почему, но прям этот горшок ему очень сложно дается. Рой в этом плане намного быстрее, чем он прокачался. Да, и что меня безумно раздражает, ребята, я хотела вам с вами поделиться своим несчастьем, так сказать, вот что меня прям очень сильно раздражает, это эти монстры под кроватями, потому что мои дети, вот девочки, они не могут нормально спать. Из-за этих, блин, щупалец. Дело в том, что они могут только дремать, и не важно, ночь это или день, потому что они вот пришли со школы в 3 часа, да, я сразу же отправила их спать, они буквально там только прилегли, тут же там в 4 или в 5 вечера они все подскакивают, бегут, бегут будить родителей, чтобы те опрыскали монстров, и они реально не могут с этим спать. Единственное, что они могут, это дремать, естественно, вся эта дремота, это полная ерунда, то есть это очень-очень тяжело и очень медленно поднимает бодрость. Вот у нас Ракель, кстати, более-менее выспалась, да, у Алисы совсем все плохо, она постоянно подскакивает, ну, в общем, не очень это, конечно, приятно, я бы даже сказала, совсем неприятно. Так, и пацаны у меня уже все, уже хотят спать, боже мой, как же быстро падают потребности у тоддлеров. Кстати, да, почему-то, несмотря на то, что я пацанов помыла, но все равно они у меня выглядят так, как будто бы они очень грязные, то есть вот, они прям все такие чумазые, но, несмотря на это, вы видите их потребности, то есть они абсолютно чистые, я не знаю, почему. Возможно, очередные глюки у меня в игре, кто знает. Родители у меня оба спят, вообще, такое было очень редко, вообще, чтобы Джулия у меня хотела спать, это, наверное, один из первых разов за все прохождение моего апокалипсиса, потому что, ну, она у меня такая в этом плане железобетонная барышня, вот, поэтому сейчас она отсыпается, ну, и, конечно, у нас тут немножко уже бельевой армагеддон организовался, вот, сегодня, сегодняшний день я использовала для того, чтобы пропылесосить в подвале. Да, да, потому что у нас был злющий пыльный кролик, и, как вы можете заметить, эта уборка фактически ничего не дала, я не знаю, возможно, из-за того, что у нас, как бы, черта участка грязнули, или почему, но, вот, как бы, симу пропылесосили, и все равно, как бы, все очень грязно, я не знаю, может быть, надо как-то несколько раз это делать, или что, но, а, да, точно, я думаю, отчего это у нас? У нас давным-давно не было, ну, конечно, ну, конечно, нам же никто сто лет уже баки не переворачивал, слушайте, у нас тут вот это вот чудовище завелось, у которого уровень вредности высокий. Дело в том, что сегодняшнюю, как бы, попытку пропылесосить мы уже истратили, Джулия пылесосила, знаете, где? Вот на этом, на втором этаже. Соответственно, мы не можем пропылесосить теперь здесь, и я вот что думаю, я так понимаю, что у нас же Джулия закрыла культуристов. Правильно ли я понимаю, что мы можем не только складывать вещи в багаж семьи, но и доставать их в любой момент? Просто, знаете, я знаю, что вот эти вот прекрасные создания, они могут устраивать пожары, как мы уже могли заметить, да, поэтому... А тут стоят у нас, значит, три генератора, наша ферма, наша стирка, наш будущий сад, поэтому... В общем, здесь, на этом этаже находятся просто супер важные вещи, и мне, честно говоря, за это страшно. Поэтому, что я предлагаю? Я так полагаю, что ведь мы... Ну, правда, по-моему, ведь мы можем не только складывать вещи, но и доставать. Поэтому, знаете что? Давайте-ка я вот это вот поскладываю в багаж семьи пока что, пока что. А, значит, потом, когда вот мы сможем избавиться от этого кролика, то мы всё вернём на свои места. Вот. Ну, стирку я пока оставлю, пока маршал у меня тут не достирал. Вот. И потом, потом, когда мы пропылесосим тут на этом этаже, когда мы избавимся от этого кролика, мы вернём всё обратно. Вот. Такой у меня план действий пока что, да. Я очень благодарна маршалу за то, как он нам сильно помогает по дому, потому что, ну, иначе нам было бы очень-очень тяжело. И да, у нас тут Рэндал, в общем-то говоря, спит, поднимает свои нужды, насколько может. Рой пока что держится, поэтому он прокачивает у нас воображение. Ну, в общем, вот так вот, вот так вот обстоят у него дела, ребята. Четвёрка воображения, четвёрка мышления. И, по сути, один день. Ну, то есть, я так полагаю, что сегодня... Хотя у него ещё не светится возраст, может быть, у нас всё-таки ещё один денёк будет? Не знаю, ребят, я пока что не очень понимаю. Возможно, а может быть, мы и действительно сможем, может быть, мы успеем всё-таки прокачать до пятого уровня наши навыки. Ну, не знаю, у Рэндала похуже, у него вот так вот обстоят дела, но у него с мышлением получше, потому что он его почти закрыл, как видите. У него полтора уровня воображения надо будет набрать. Вот, и опять-таки, я не знаю, то есть у нас настолько всё впритык, прям впритык, что я, если честно, без понятия. Вот с такими успехами, с тем, как они быстро начинают хотеть спать, то я правда не знаю вообще, получится у нас или нет. Смотрите, смотрите, гадость такая, наблюдает за нашим маршалом, наблюдает своими глазюками демоническими. Ужас какой-то. Давай тут, даже не думай обижать меня во его маршала, потому что он классный, очень сильно нам помогает. Поэтому, да, так что, смотри, я слежу за тобой. Я слежу за тобой. Ребята, это полный капец. Это просто полный капец. А вы знали, что если вам выпадает испытание «Дикие лисы», то именно это испытание может вам запороть весь апокалипсис. Знали ли вы, что они воруют не только кур и яйца? Я просто в шоке, ребята. Мы сейчас находимся буквально на грани. У нас голодные практически все дети. Я, кстати, не знаю, можно ли... Вот я дала Ракель действие прогнать Вейлона. Я не знаю, можно ли нам это делать, честно. Вот не знаю. Я сейчас попробую его прогнать, но если это нарушение, то окей, хорошо. Ну, значит, я буду знать. Просто я нигде не видела, чтобы мы не могли как бы наблюдать... Ну, вернее, чтобы мы не могли как-то прогонять лис. Ну, я надеюсь, что нам можно это делать. Я вам сейчас... Либо... Ладно, наверное, не делай так. Пока что ты просто, знаешь, просто тут постой на стрёме. Я вам сейчас объясню, что здесь происходит. У нас дети голодные. Просто по страшной какой-то степени. Сначала нам выскакивало уже вот это уведомление, как вы видите. Да, у вашего дома бродит лиса. Берегите кур, перечите яйца. Я сначала думаю, ну и что? У нас же кур нету, яиц нету. Нам это не грозит. И потом... А я, знаете, я дала Маршалу задание, чтобы он повыкладывал... В общем, так говоря, пока у нас был комендантский час, мы же не могли на рыбалку отправиться, потому что у нас закончилась рыба. И мы не можем готовить есть. Соответственно, я дала Маршалу задание, чтобы он у нас... Получается, достал, переместил в мир все свои запасы. Кокосы, ананасы, да? И что вы думаете? Вот это вот, вот это вот, спёрло... Он просто зашёл в дом и спёр все наши кокосы. Все пять штук. Пять кокосов — это много. Я смогла бы более-менее покормить детей. Мне страшно за моих тотлеров. Они не могут ничего есть, понимаете? Кроме, ну, чего-то нормального. Они не могут жареную рыбу есть. Они вообще ничего не могут есть. И вот это вот чудовище спёрло пять кокосов. Я в таком шоке была. И вот сейчас я дала задание Маршалу, чтобы он подоставал у нас опять всё. Потому что, вы видите, у нас полный транзец у детей с питанием. И тут мне выскакивает это уведомление. Я понимаю, что вот эта гадость снова направляется к нам в дом, чтобы спереть нашу еду. И поэтому я дала действие Ракель, чтобы она его прогнала. Но сейчас я задумалась, а имеем ли мы право прогонять лис? Потому что, ну, вот правда, я не знаю. Джулия так до сих пор ни одной рыбы и не поймала, кстати. В общем, я не знаю, что делать, ребята. Я отдала действие Рою и Рэндалу, чтобы они поели. Вот, хотя бы чуть-чуть, хотя бы по одной штучке. И давайте, кушайте, кушайте, пожалуйста. Так, Рэндал, ты поешь? В конце-то концов, ты поешь? Вообще, ребята, у нас такое трудом происходит, что... Так, ну, питание, это, конечно, можно сказать, не поднимает от слова совсем. Ну, буквально совсем чуть-чуть. Так, а где это? Где оно? Вот оно, оно идёт к нам в дом! О, господи, какой кошмар! Ладно, ешь кокос. Ничего не знаю. Этот ананас я перетащу наверх к Рэндалу, чтобы он мог его съесть. Просто какой кошмар, ребята! Это... Я вот, честно, меньше всего в жизни я могла подумать, что у нас возникнут проблемы. Играть подождём не надо. Меньше всего на свете, я думала, что у нас могут возникнуть проблемы с лисами. При том, что у нас нету кур, да? Вообще, ну, то есть ни кур, ни яиц, ничего. Так, отлично, ну, хотя бы жёлтая. Так, а у тебя, у тебя тоже жёлтая. Господи, боже мой! Я просто... Я просто в таком шоке, я в таком трэше сейчас нахожусь. Давай сходить на горшок. У нас почему-то Алиса резко стала вот такая грязная, прям чёрная. Хотя у неё гиена зелёная, прошу обратить внимание. Я не знаю вообще, что здесь происходит, если честно. Это у нас, как-то, тип участка наш влияет или что. Но это просто какой-то ужас. Это какой-то ужас. И вот всю ночь я просто следила за этой вакханалией с едой. С тем, что у нас воруют, блин, лисы, кокосы и ананасы. Это вообще какой-то бред, если честно. Просто вот, боже мой! Я уже, знаете, я просто понимаю, скорее бы повзрослели эти дети. Но нам ещё надо протянуть два дня. Я не знаю, как мы это сделаем, ребята. Потому что, как оказалось, действительно прокормить детей в апике, это очень сложно. Особенно, если у вас не закрыты разнорабочие. Особенно, если у вас есть дикие, блин, лисы. Это вообще просто... Я в шоке. Так, ну, кажись, на сегодня... И куда ты пошёл? Мне очень интересно это знать. Я не знаю, куда он пошёл. Но мне кажется, что на сегодня приезд социальных работников и отбирание у нас детей отменяется. Боже мой! Рыба наконец-таки наловлена была нашей Джулией. Вот. И поэтому... Да, мне очень интересно, ты куда и зачем пошёл. Вот ты можешь мне, пожалуйста, объяснить? С какой целью? Это он, наверное, здесь очень сильно хочет сесть. И вот прям тут ему надо поесть. Ой, какой это кошмар. Алиса до сих пор вот такая вот вся чёрная. Я вообще не понимаю, почему, что, как, зачем. Грязь эта, ребята, никак не убирается. Потому что маршал наш тут пропылесосил на этаже. Вот, видите, у него даже не следа пыли. Но, тем не менее, вы видите, вы видите вот этот вот трындец. Вот это вот просто происходящее непонятно что. Дети у нас якобы грязные. На самом деле они не грязные. Вообще я не понимаю, что происходит. Джулия хочет что? Собластительно шептаться с маршалом? Ну, давай. Потому что у меня уже, наверное, начинает потиху крыша ехать. И, да, вот ему обязательно надо было спуститься. Да, вот. У него аж так много времени до приезда соцработников, что можно спуститься, чтобы обязательно прям тут поесть. Это какой-то кошмар, ребята. Да. В общем, я не знаю. Пока что худо-бедно. Но мы справляемся. Вот. Давайте. Вот так вот как-то это. О, у нас тут дерево! Ё-моё! Ребята, я клянусь. Я не знала, что у нас тут дерево. Я его обязательно уберу в воскресенье. Просто я никогда стены не поднимала. И оно так не было видно совершенно. Вот. Но сейчас я увидела. Поэтому, честное слово, я уберу. Я обязательно уберу. А сейчас я просто вот так вот это сфоткаю. Вот эту грустную картину какую-то. Картина маслом. Вот. Но я рада, что у нас не заберут детей. Просто это самое важное, что может быть. Давай ты просто уже ляжешь спать. То же самое касается, в принципе, и Рэндала. Тоже его можно будет отправлять потом сразу спать. Потому что никакого толку от детей в таком состоянии нету. И да. Всё-таки я так подозреваю, что идеальными малышами мы не станем. Не знаю, что-то мы как-то не справляемся с этим, если честно. Вот. Хотя я видела, что у Гули очень хорошо получается. Вот прям очень хорошо. Не трогай ребёнка. Просто меня очень сильно раздражает Сима в такой момент. Лучше давай помоем с тобой какао, чтобы она не грустила. Вот. Пожалуйста, не трогай ребёнка. Рэндалл, ты поел? Рэндалл, ты молодец. Давай с тобой, может, папка поиграет? Рэндалл, ты поиграй с ребёнком, чтобы ему не было одиноко. В общем-то, да, я видела, Гуля справляется. У неё малыши ещё даже за несколько дней до взросления становятся идеальными. И прокачивают до максимума все навыки. Но у меня почему-то пока что так не получается. То есть у меня, да, у меня Беатрис получила эту черту характера. А, ну конечно же, у тебя же дискомфорт. Ты же у нас такая вся вот эта. Иди сюда. У нас же супер дискомфорт, поэтому Джулия не может меня помыть какао. Господи, боже мой, да когда же это всё закончится? Ой, давай иди сюда. Иди сюда, когда мы где-то твои пройдут в конце-то концов. Так, всё? Это ты типа поиграл с ребёнком? Ты предпочёл поесть пойти, да? Ну, замечательно, конечно, это ты молодец. Ладно, Рэндалл, давай пойдёшь спать. У нас тут, кстати, зависшая тарелка просто невероятно замечательным образом. Я потом её реанимирую, так сказать. Всё, мыть корову, бегом. Всё, ничего не хочу знать. А ты вообще иди отсюда. Вот просто иди отсюда по-добру, по-здорову. Я всё-таки его не прогоняла. Наверное, вы видели, я отменила это действие. Потому что я не знаю, можно так делать или нет. Да, блин, жулик вообще. Хитрющее создание, хитрющее животное. Спереть пять кокосов. На кой чёрт они тебе нужны? Мы могли ими покормить детей. Но ты предпочёл украсть у нас кокосы. Какой-то ужас. Игрушки у наших детей воруют. Соседи. Просто идут к нам домой и воруют игрушки. Боится. Боится нашу Джулию. Это ты меня, наверное, боишься, да? Потому что я-то Джулией управляю. Боишься, Симеода. Ну, правильно. Бойся, бойся. Игрушки у нас воруют. Кокосы у нас воруют. Просто вот объясните мне, в чём мы провинились. Короче, да, ребята. Испытание Дикие Лисы, оно оказывается по-своему жёсткое. Так, у нас Джулия отправляется на работу. Просто в прекраснейшем состоянии. Отлично. Давай там упорно поработай тогда в таком уж случае. За что я действительно люблю наших соседей. Так это за то, что иногда они очень вовремя приносят нам еду. У нас только что была дополнительная еда. И нам принесли наше знаменитейшее блюдо калу из свинины. Мы с Джулией его сейчас забрали. Что это за коридзонтик? Иди сюда. Мы с Джулией его забрали. Поэтому нашим детям всё-таки будет ещё что кушать. И пока что рыбку можно приберечь. Это, конечно же, не может не радовать. Так, давай переместись в мир. Вот, замечательно. Да, у нас грязно, у нас очень-очень грязно. Я вообще, мне, кстати, интересно, вот реально можно ли каким-то образом вот это всё убрать. То есть, может быть, это надо как-то 50 раз вот выбирать это действие, основательно пылесосить. Или попросить помочь с уборкой. Вот ей-богу, я не знаю, что надо для этого сделать. Ну, просто у меня, у Симов просто куча отрицательных мудлетов, которые касаются именно вот того, что невыносимая грязь. Вот, хотя мы как бы вот могли только что, допустим, пропылесосить. Боже, что это за кошмар? Мы могли только-только пропылесосить, а оно всё равно как бы вот грязно. Ну, то есть, тяжко, я ничего не могу сказать, тяжко пока, что у нас всё даётся, нам всё даётся. И что-то такое, вымыть руки. Давай, пока не будешь мыть руки, у тебя есть работёнка вот тут вот поважнее, чем вымыть руки. А тут у нас ничего не сломано? Словно, конечно, тут у нас сломан унитаз. Поэтому давай, вперёд. Так, что это ты делаешь? Мне интересно. Я надеюсь, ты с кроликами тут не играешь? Нет, она вроде как сама с собой играет. Я уже, знаете, я уже испугалась, что она с пыльными кролями общается. Но нет, слава богу, всё нормально, всё под контролем. Я что-то так заигралась, что совсем забыла о том, что надо и снимать иногда тоже. Ну, на самом деле, у нас тут просто борьба за выживание и бесконечная прокачка. И да, дети, как вы видите, всё остаётся на своих местах. Дети не грязные, дети совсем недавно умывались, но выглядят так, как будто бы они всё это время вообще не подходили к воде. И да, да, давай, кстати, вот, потом, значит, сходишь. Так, всё. Ну, вот видите, конечно, с детьми намного сложнее, потому что они очень быстро начинают хотеть спать. Вообще, ну, просто нереально быстро. Вот мне кажется, что они только-только проснулись, и вот уже Рой снова хочет спать. Да, девчонки у меня по-прежнему, как видите, могут только дремать. И, в принципе, система такая, что как только они у меня приходят со школы, я сразу же отправляю их спать. Ну, сначала по-нормальному. Здравствуйте. Сначала по-нормальному, а потом уже, когда начинаются вот эти вот, вот эти вот всякие щупальца, да, знаете, ну, когда вот эта вот вся ерунда начинается, то, конечно, спать они не могут, поэтому они просто дремят. Вот, и активничают они у меня как раз-таки по ночам, вот, и по ночам они у меня и домашки делают, и нужды поднимают, а отсыпаются как раз-таки по вечерам больше, в чудище. Ну, кстати, вот, давай вставай, мне кажется, что уже хватит тебе спать, Ракель, ты довольно-таки выспалась. Давай наступай на это адское зло, и будем заниматься, пожалуй, что, твоими нуждами, да. Вот, там мама приготовила нам рыбы свежей, вот, тухляк я специально не выбрасываю, потому что, в принципе, чуть что это смогут наши и взрослые поесть, и даже, вот, дети такого школьного возраста, поэтому, знаете, от этого я не избавляюсь, конечно. У нас сегодня новое привидение, каждый день кто-то новый, кстати, даже, вот, был один раз, когда нам призрак мафиози пришёл, о, господи. Вот, Джулия, давай, вставай, ты себя отлично чувствуешь, наступи, пожалуйста, на вот это вот. Ой, ну, в общем-то, да, в принципе, больше, наверное, сказать так и нечего. Мы прокачиваемся, вот, пытаемся как-то более-менее поддерживать порядок, но всё равно у Симов отвратительные мудлеты, потому что у нас дома просто какой-то неисправимый срач, но, в принципе, я вот думаю, что суббота-воскресенье, когда у нас будут прям все дома, то есть все шестеро человек у нас будут дома, или сколько у нас, семеро вообще-то, да, то, в принципе, я так подозреваю, что мы сможем нормально наш дом убрать, вот, и все приложим к этому усилия. Да, продолжаем мы получать, кстати, биотопливо, заправлять наши генераторы, вот, два из трёх работают, поэтому, в принципе, электричество накапливается, вот, и что у нас там по счетам? Вот, видите, у нас 24 электричества, то есть, в принципе, мне кажется, что это очень даже неплохо. Да, может быть, в воскресенье следующее прикупим ещё один генератор и ещё одну вот такую штуку, ферму, да, ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, может быть, построить ещё один этаж подвала и там устроить как раз-таки всю вот эту вот, так сказать, мини-какую-то электростанцию, да, я не знаю, основанную на жучках-паучках, но я ещё посмотрю, вот, но хочется мне сделать этаж ещё один в подвале нашем, вот, мне кажется, что будет полезно. Ну, в общем, ребята, спешу вас обрадовать, мы всё-таки смогли, мы это сделали. У нашего Роя и Рэндала будет дополнительная черта характера «Идеальный малыш», потому что мы таки успели до момента их взросления прокачать все навыки до пятого уровня. Не скажу, что это было суперлегко, пришлось для этого очень сильно постараться. И ещё одно такое нововведение, ребята, я всё-таки решилась достать холодильник, вот, потому что... Давай, кстати, поставим рыбу на место. Опыт предыдущих ночей научил меня тому, что еды действительно может очень сильно не хватать, особенно для детей, особенно для тоддлеров, вот. Вот, и я на самом деле как-то совсем забыла про то, что мы можем достать холодильник, потому что культурист у нас закрыт, вот, поэтому... Так, а ты можешь тут как-нибудь? Она вроде не грязная. А, это, наверное, потому что она бэушина, поэтому кажется только грязной. В общем-то, я вспомнила о том, что у нас как бы есть электричество. Знаете, раньше я не доставала холодильник просто потому, что я боялась, боялась, что он сильно много будет его потреблять, нашей электроэнергии, которую мы как бы хотим сберечь, конечно же, как можно на подольше. Но, знаете, я решила, что пускай лучше дети будут сыты, пускай все будут сыты, и как бы пусть лучше рыба эта хранится. Да, девчонки у нас, Алиса общается с Беатрисой, вот они тут обсуждают всякое. Кстати, Алисе можно будет поесть. После того, как девчонки пообщаются, Беатрис... А, кстати, ты тоже можешь пойти поесть, ты тоже голодная. Ваша мама-то приготовила свежую рыбу, ну а мы тем временем ждем, ждем дня рождения наших близнецов. Я вот прям уже очень-очень сильно жду, потому что у них светится возраст, но я не знаю, почему они не растут, потому что вроде как они должны были это сделать, ну как бы в часов, мне кажется, 10-11, может быть я что-то путаю, конечно. Ну ладно, в общем-то будем ждать, и, конечно же, я включусь, когда наши близнецы будут взрослеть. Не успела пройти, наверное, и 30 секунд с того момента, как я выключилась, и у нас происходит взросление наших близнецов. Ура, 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 ребята, взрослеет, взрослеет наш Рой и Рэндалл. Так, и да, первый у нас, конечно же, Рой взрослеет, и он у нас получает идеального малыша. Господи, боже мой, да, наконец-то, наконец-то, мне удалось прокачать аж сразу двоих тоддлеров в апике до идеальных малышей. Просто замечательно. Так, и давайте будем генерировать черты характера, смотреть, какие они у нас будут получаться. Напоминаю, что у нас что Рой и что Рэндалл были очаровашками. Да, но я, конечно же, думаю, что в этот раз уже не получится такого, что генератор им обоим выдаст одинаковую черту характера. Ну, это было бы, мне кажется, уже странновато. Итак, Рой у нас будет... Задира! Задира! Рой у нас будет Задира, при том, что, знаете, ему же вообще выпала карьера художника, да? Художник-меценат и Задира. Слушайте, всё детство был очаровашкой, а тут ему резко всё надоело, и он будет у нас Задирой. Обалдеть! Это, кстати, первый, вообще, первый отрицательный персонаж, вот, из всех, как бы, с которыми я когда-либо играла. У меня раньше все персонажи были какими-то добрыми. Вот, но мне, кстати, будет очень интересно посмотреть, как он будет себя вести. В общем-то, да, маленький у нас такой задиристый будет художник. Это, конечно, очень забавно. Ну, и давайте я сейчас ему тут сгенерирую мечту детства. Вундеркинд. Ну, да, ему бы, конечно, наверное, больше подошло это творческое одарование. Ну, ладно, без разницы, тут уже Вундеркинд и Вундеркинд. Да, и у нас взрослеет Рэндалл, и я уже сейчас вижу, что у Рэндалла у нас очки. Обалдеть, прикольно. Так, ну, давайте сгенерируем ему, может, сначала мечту детства, творческое одарование. Как раз-таки напоминаю, что для Рэндалла у нас вообще выпала, обалдеть, какая карьера, а именно полицейский. Ой, не знаю, ребята, как мы будем с этим справляться, но ладно. Пока что, пока что нам еще до этого далековато. И черта характера... Халь, вы можете вообще себе представить, ребята, что творится, что творится? Эта игра меня просто поражает. Фактически, считаете, она снова дала, как бы, ну, фактически это одинаковые, ну, как бы, они плохие черты характера. У нас Рой и Рэндалл... Господи боже мой, я не понимаю, почему, но они у нас будут такими противными близнецами. Рэндалл у нас будет холериком, и он будет полицейским. Наверное, он будет, знаете, таким плохим копом, с которым лучше, как бы, не придуриваться. Лучше сразу ему рассказывать всю правду, потому что он как это... Как взбесится, как разбушуется, так преступники будут все трепещать от него. Обалдеть! Задиры и холерик. Вот это да! Вот это да! Ну и, конечно же, дети у нас пузатые, дети у нас очень-очень толстенькие. Рэндалл, скажи, почему ты такой противный вырос? Ой, слушайте, какая прикольная внешность. Я уже сейчас вижу, что они очень прикольные. Рой, а покажись мне ты. Так, ну-ка покажись, давай, сейчас помоешься, сейчас помоешься, не переживай. Ну, в общем, можно сейчас на них в кассе посмотреть, но я вижу, что они прикольные такие, ребятки, у нас получаются. Очень даже прикольные. Посмотрите на эту рожу просто. У него, кстати, да, глаза красные. Глаза красные, это в маму, а вот у Беатрис и Ракель они фиолетовые. Вообще, блин, в бабушку. Обалдеть! Холерик и Задира. Один другого краша, знаете, вот это пацаны у нас, вот это да! Джулия, ты у меня такая вся няшка, милашка, добрый персонаж. Скажи мне, как такое получилось, что у тебя выросли такие холерные пацаны, а? Ой, ну прикольно, конечно, прикольно. И да, я, наверное, уже буду на этом заканчивать нашу серию. Хотя, ну, наверное, я еще сейчас загляну в касс на 5 секундочек, да, рассмотрим братьев поближе. Ну что, ребята, мы с вами в кассе, и я только что заметила, что Рою... Рою игра подобрала просто вообще очаровательную беззубую улыбку. Да, вы только на это посмотрите. Боже мой, это так забавно, я не знаю. Ну, вот он, наш Рой, наш, напоминаю, Задира. Да, ну, конечно, знаете, вот эта вот внешность, внешность Лойдовская, она интересна тем, что вот даже в детском возрасте дети выглядят, ну, скажем так, не совсем как дети. То есть они, ну, у них довольно взрослое такое лицо получается, как мне кажется. Вот, ну, и, конечно, видно, что наш мальчик. Это, конечно, видно сразу. Ну, и Рэндалл, я так полагаю, что они одинаковые с братцем. Вот, в принципе, не знаю. Кстати, прикольная прическа. Нравится мне. Так, о-о-о, гляньте, гляньте. Как игра разотела, и, господи, боже мой, как мне это все. Как мне, конечно, все доставляет истинного удовольствия, но пока что, конечно, не видать нам красиво одетых детей. Но вот с Роем еще, знаете, вот как-то более-менее игра смиловалась. Но что касается Рэндала, то это, конечно, это, конечно, полный трындец. Но, ладно, кстати, а какие у тебя зубы? Вроде как у него целые зубы. Сейчас посмотрим. Да, у Рэндала в этом плане улыбка более такая, знаете, поприятнее. У него зубы целые. Но, знаете, Рэндалл, вы просто посмотрите на эти брови. Вот реально такой... Я говорила, что, знаете, в тудлеровском возрасте я говорила, вот, Рой, он такой как более ух. А Рэндалл такой, у нас мальчик-очаровашка, да, мальчик-солнышко. Посмотрите на это, блин, солнышко. Лицо такое прям... Ух, я чувствую, ну, у нас реально будет таким жестким копом. Вот. Но по поводу этого молодого человека, это вообще, конечно, интересно. У него лицо как бы за счет бровей помягче. Вот. Хотя он вообще задира. Не знаю, как он будет... Что он будет рисовать, выплескивать какую-то ненависть к людям или что на своих полотнах. Будем смотреть. Либо просто, знаете, его будут подбешивать, там, не знаю, какие-нибудь люди, которые, например, ничего не хотят делать с тем, чтобы избавить этот мир от мафии, от апокалипсиса, которые, вот, просто, знаете, будут бездействовать. Вот. Возможно, в этом плане он будет такой у нас немножечко грубоватый с такими людьми. Ну, будем смотреть, конечно, как пацаны у нас будут развиваться. Ну, и я думаю, не знаю. Мне кажется, что они, конечно, одинаковые. Да. Ну, за счет... Только за счет бровей они отличаются. И причесок, а так, по-моему, они одинаковые. Ну, посмотрим. В любом случае, посмотрим. И совсем скоро у нас должна подрасти Алиса, кстати. Вот. Тоже я очень жду этого момента. Во-первых, посмотреть на ее уже, конечно, сформировавшуюся, как бы, внешность, да. Потому что подростки в 74, они, ну, практически выглядят точно так же, как и молодые Симы. Поэтому там уже станет все понятно. Ну, и еще, конечно же, мне не терпится, чтобы Алиса стала подростком. Потому что она у нас будет закрывать карьеру свою, да. Будет закрывать разработчик. Я надеюсь, что у нас все с этим получится. Вот. Ну, и на этом я буду заканчивать. Да. Буду ждать ваших комментариев по поводу... По поводу того, что вы думаете о наших пацанах подросших. Особенно об их новых чертах характера. И вообще, как они вам. Да. Ну, а пока что я буду на этом заканчивать. Всем огромное спасибо за внимание. За то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч. И всем пока.